В политике не бывают совпадений. В мировой политике случайностей вообще не бывает. Теперь смотрим. Буквально неделю назад митинги в Казахстане по надуманному поводу. Спецслужбы сработали, и там весь набор, они же детей, да, коктейли Молотова, арматура, деньги, подрывная литература, совестливые блогеры, уже приехавшие к месту митингов, независимые журналисты, инструкции в виде роликов, как обычно снятые специалистами Голлигута. Все это было. Через неделю резкое обострение ситуации в относительно спокойном городе, который раньше назывался Актюбинск, Актубе, да, группа террористов нападает на оружейные магазины, потом нападает на воинские части. Ну, казалось бы, какое-то самоубийственное решение для этих террористов. Ну, зачем нападать на воинские части? Очевидно, что вы получите там отпор, очевидно, что будут потери, будут какие-то боестолкновения. Это проба пера. Это визитная карточка террористической организации перед американцами. То есть, многоплановая задача. Вот те 10-15 несчастных, введенных в заблуждение террористов, которые напали на эти магазины, часть из них там убита, задержана, часть разбежалась, это просто пушечное мясо. На самом деле, перед нами проба пера. Первое. Террористы показывают американским спецслужбам, или вообще западным спецслужбам, свои возможности. Ну, чтобы с ними иметь дело, вы покажите, что вы можете. И должна быть очень серьезная акция, которая со стороны как раз и выглядит практически самоубийственной. Это первое. Второе. Для западных спецслужб это не только проба пера какой-то террористической организации, но еще и тест на профпригодность для спецслужб Казахстана. Как быстро отреагируют, как быстро прилетит спецназ, какое будет поведение, что будут делать. И вот смотрите, относительно спокойная страна, ну, вообще, собственно говоря, спокойная страна Казахстан. И вдруг за две недели три акции, которые, конечно же, между собой непосредственно связаны. Что перед нами? Перед нами некий страшный геополитический покер. Американцы выкладывают на стол карты. Знаете, в покере есть такая, открылись. Вот они выкладывают. Мы можем очень быстро дестабилизировать Казахстан. Мы можем проводить там террористические акции. Мы можем устраивать там массовые митинги под любым предлогом, который мы придумаем. Вот это мы можем. С другой стороны выкладывается карта. А мы можем раскрыть ваш государственный переворот. Мы можем эти митинги предотвратить. Мы можем уничтожить группы террористов, которые нападают на воинские части, пытаются дестабилизировать обстановку. Теперь давайте еще раз зададим вопрос. Зачем все это нужно геополитическим противникам и России, и Казахстана? Потому что для них мы единое целое, которое нужно разбить, но в одинаковой степени уничтожить. Речь идет об уничтожении России. Не больше, не меньше. Речь идет об уничтожении России.